всем привет с наступившим новым 2023 года мы с петровичем неизменно хотим пожелать вам дорогие наши друзья мира и здоровья сегодня праздник у меня наполеон и готовится наполеон сутки включая пропитку сейчас я его буду резать и посмотрим что у нас там внутри резать буду как хочу потому что этим наполеоном я поделюсь с мамой с детьми и с друзьями я своей жизни пекла разные наполеоны на воде на маргарине с уксусом и лимонкой но этот рецепт самый лучший чаю да пойди разберись сейчас но он действительно классный и мое почтение тому кто этот рецепт проверил и поделился с нами я его пику уже на протяжении трех лет наполеон это не быстрая выпечка наполеон это обязательно заварной крем конечно сливочный и тысячи слоев коржей должно быть не меньше 12 все остальное не имеет права называться наполеоном сегодня у меня наполеон домашний вес его 2 килограмма 580 грамм вот такой многослойный получается наполеон посмотрите какой он в разрезе запах космос слои пропитанные посмотрите нежнейшие разрежу мы пошли пить чай а вы друзья пеките торт поехали начнем готовить тесто друзья мои кто-то сказал наполеон это торт состоящий из тысячи слоев поддерживаю сто процентов наполеон не может состоять из пяти восьми коржей наполеон это как минимум 12 коржей сегодня мы такой наполеон будем готовить вот здесь у меня 750 грамм муки просеянной высшего сорта и пол килограмма сливочного масла 100 грамм сливочного масла я отрезала это масло уйдет на крем а 400 грамм масла я буду натирать на крупной тёрке масло беру вот такое крестьянское геогинское очень вкусное возьмите себе на заметочку масло из морозилки что делаем окунаем масло в муку и натираем все это натирается очень быстро сейчас нам надо эту масляно-мучную крошку превратить такую мелкую крошку очень быстро перетираем руками вот такая мучная крошка получается делаем в муке небольшое углубление вот здесь два яйца добавляю пол чайной ложки соли и перемешиваем выливаю в тесто выкладываем 100 грамм сметаны и сюда же 180 грамм холодного молока некоторые добавляют воду вместо молока я считаю если вы уже пол килограмма масла сюда в бухали то на молоке не сэкономите вот сейчас смешиваем все жидкие ингредиенты и начинаем подмешивать масле на мучную крошку лучше всего делать это вилочкой или ложечкой если вы сейчас залезете туда руками масло начнет таять и попросит больше муки а поэтому чем дольше вы будете вымешивать вилочкой тем тесто лучше из этого количества продуктов получается полтора килограмма теста плюс-минус на погрешности и я буду делить на 12 частей весом примерно 120 грамм каждый все теперь замешиваем руками быстренько собираем в один комок тесто не слушается расслаивается справимся мы его по-любому победим пока собираете делайте это в чашке потому что сейчас вы на стол его вытащите и она у вас прилипнет к столешнице на стол мы его вынесем как только вот соберем в один комок все как видите муки осталось просеиваем на стол немного муки кстати коржи мы будем также раскатывать с помощью муки поэтому запаситесь ею и на муке мы окончательно соберем тесто до кучи смотрите сколько вкуснейшего дорогого теста чтобы правильно разделить на 12 частей придадим ему форму вот такого кирпичика а дальше разделим его на 12 частей присыпаем мукой и формируем вот такие кружочки обмакиваем муку и выкладываете на тарелочку или сразу в пакетик все это мы будем убирать в холодильник плотно прикрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник не менее чем на 1 час готовлю крем вот здесь у меня 600 грамм молока которое я закипятила сотейник разбиваем три яйца высыпаем 300 грамм сахарного песка и 80 грамм кукурузного крахмала сразу можно добавить ванильный сахар 10 грамм и все перемешиваем до однородности все тщательно размешала посмотрите нет никаких комочков добавляю немного молока и сразу же перемешиваем чтобы яйца не заварились еще добавляю молоко и продолжаю вымешивать после того как я закипятила молоко на столе она у меня постояла пять минут она горячее но не критично а сейчас я буду выливать оставшееся молоко в этот сотейник получается такая однородная масса идем варить крем на плите друзья мои постоянно помешивая доводим нашу массу до кипения но не кипятим варим до загустения выключаем и продолжаем тщательно перемешивать и сразу же в горячую основу добавляем сливочное масло и перемешиваем пока масло растворится все друзья мои вот такой крем получается это уже готовый заварной крем для нашего наполеона но я буду готовить крем-пломбир дальше как только остынет и испеку коржи покажу какой крем я готовлю сейчас вот так все соберу по стеночкам аккуратно посмотрите какой крем чудо закрою пищевой пленкой в контакт в контакт это вот так чтобы не было доступа воздуха а крышкой нельзя закрывать потому что под ней соберется конденсат и крем вы испортите все и убираем холодное место охлаждаться у меня тесто в холодильнике пролежало два часа достаем один кусочек остальное тесто оставляем в холодильнике присыпаем мукой обязательно немножечко его вот так надо растянуть тесто будет раскатываться не обрываясь по краям друзья мы раскатываем немного припыляем мукой переворачиваем еще раскатываем припыляем мукой переворачиваем такой способ позволит раскатывать пласты и они не будут собираться что называется до кучи тесто очень послушная она не рвется и дает возможность раскатать его так тонко как вы пожелаете я подготовил разъемную форму с помощью которой можно вырезать наполеон и в какой-то момент мне стало жалко что тесто раскатывается достаточно большой пласт а следовательно мы можем приготовить вот такой большой торт так сейчас что-нибудь придумаю переворачиваю чтобы он больше не деформировался как видите он уже не собирается до кучи под рукой есть досточка я ее прикладываю и обрежу края обрезки я убирать не буду пусть вместе с основным коржом пекутся 22 на 28 сантиметров получается корж очень часто протыкаем вилочкой это позволит при выпекании коржу не подниматься и отправлю в духовку разогретую до 200 градусов время выпекания 7-10 минут смотрите по вашей духовке как только корж подрумянится он готов первый корж готов переношу его на досточку обрезки собираю в отдельную посуду друзья мой процесс понятен сейчас я этот уберу и начну еще один раскатывать думаю что процесс выпекания всех коржей займет не менее часа как только все испеку продолжим друзья мои крем охладился коржи готовы если вы хотите приготовить наполеон с заварным кремом то этого крема который мы сварили достаточно сейчас его либо венчиком хорошо размешайте либо миксером чтобы текстура стала однородная и она будет легко ложится на коржи это заварной крем он вкусный он пригоден для приготовления наполеона но у меня сегодня задача приготовить крем пломбир а поэтому я буду взбивать сливки по рецепту нам необходимо 400 грамм сливок сливки должны быть жирностью не менее 33 процента я вот такие беру очень хорошие сливки заварной крем у нас очень сладкий а поэтому к сливкам мы ничего не добавляем ни сахарной пудры ну просто ничего и взбиваем в начале минуту на средней скорости а затем в течение двух минут на высокой скорости до устойчивых пиков сливки готовы вот посмотрите друзья мои заварную основу обязательно перемешайте тогда ее легче будет смешивать со сливками еще раз повторяю если вы не хотите готовить крем пломбир а хотите приготовить из заварного крема сливочного то вот этим кремом смазывайте коржи а мы продолжаем готовить крем пломбир в три приема добавляем заварную основу к сливкам и перемешиваем до однородности на небольшой скорости собираем со стеночек и окончательно все размешаем друзья мои все это делается быстро не надо очень долго взбивать этот крем я мой крем готов еще раз перемешаю делаем крошку друзья мои наполеон этот торт который сверху украшен крошкой и больше наполеон ничем не украшают никакими розочками цветочками только обсыпают крошкой и вот такая крошка с вот такими попадающимися кусочками готова так начале основа собираются коржи просто а вот когда вы будете обсыпать крошка будет сыпаться повсюду поэтому лучше всего взять поднос или застелить стол пергаментом крем и промазываем корж крема много можно не жадничать а следующие укладываем вот так вверх ногами на ровную поверхность крем легче наносится друзья мои как правило попадается очень ровный корж я его оставляю чтобы это был верх все друзья мои теперь ненадолго поставим гнет меня 6 минут прошло за это время конечно же коржи не пропитаются но станут немного мягче можно попробовать досточку придавить услышали хруст переставайте давить все идеально когда наполеон получается 10 12 сантиметров высокой кривоватый получился ничего страшного сейчас я буду его постараться кремом со всех сторон отмазать весь выкладываем конечно если вырезать абсолютно ровные коржи то торт у вас получится идеально ровный нет у меня цели есть цель получить вкусный торт и поделиться этим рецептом который есть в интернете но вдруг кто-то смотрит именно мой наполеон все насколько смогла промазала и дасечки как говорится мне его еще надо пропитать а к вечеру приедут дети чтобы угостить так что нюнькаться некогда друзья мои хотели уже бросить канал а потом что-то петровичу стало жалко хотя сейчас канала ничего не имеем поэтому жест доброй воли не хочется бросать потому что начало было неплохим да и сейчас нас много смотрят если когда-то не выйдут наши видео знаете что мне просто некогда они потому что мы бросили фиг они угадали чтобы теперь друзья мои надо это все красиво оформить и если вам кто-то скажет что красиво оформить крошкой это просто не верьте а поэтому делайте в подносе на стол хотя бы не насыпется так прижимаем лишнее собираем я потом взвешу скажу какого размера этот гигант получился а учитывая что это очень сыплый но представьте состав какой тортик то его достаточно небольшой кусочек и насытились вкусным сливочным наполеона но поехали по кругу вот это наполеон всем наполеоном наполеон друзья мои а вот эти наполеоны которые из трех коржей знаете так издевательство поле он должен быть высокий многослойный вкусный но мало ли кто-то добавку попросит а у вас наполеончик маленький позорище где-то еще прижмем где-то еще добавим все а теперь вверх вот видите сколько крошки а поэтому если для себя хотите попробовать не обрезайте как я это делаю всегда не обрезайте концы пропитаются даже смажите кремом таким количеством тем более у меня тут есть одна хитрость как сделать так чтобы все пропиталось хорошечко а вот это конечно не выброситься но если бы я не обрезала коржи и не делала красивую для youtube канала картинку то у меня бы вот такой был торт и крема бы на все про все хватило еще бы и осталось примерно друзья мои на каждый корж две полные столовые ложки уходит никаких цветочков лепесточков это наполеон друзья мои все все друзья мои приведем стол в порядок и сейчас мне это чудо каким-то чудом надо вот в эту форму перенести потому что вот это в холодильник не поставить сейчас сюда перенесу еще не знаю как но приблизительно понимаю подготовила шумовочку чтобы подхватить так не пригодилась шумовочка справилась ножом все ну картина маслом друзья мои как только он охладиться и за него можно будет браться я обязательно его взвешу и скажу сколько он весит а размер я сейчас вам скажу вот смотрите 26 21 на 10 сантиметров это большой торт смотрите сейчас я буду закрывать его пищевой пленкой не прижимаем просто пищевую пленку укладываем потому что такой формы чтобы накрыть такой торт у меня нет если бы он был круглый я бы его отправила форму для торта накрыла бы крышечкой вот такой большой накрыть нечем а поэтому закрываю пленкой и в таком виде холодное место чтобы не было доступа воздуха чтобы он не высыхал друзья мои это один из самых лучших рецептов наполеона однозначно сто процентов как только он охладиться я скажу сколько он весит я его разрежу покажу какой он внутри ну вот и все друзья а вы не забывайте подписываться на наш с петровичом канал нас много и мы сила пока пока а